Дорогие друзья, мы с вами в шаббат начали движение в сторону 9 ава, самого грустного, трагичного дня, траурного дня еврейского календаря. Это тот самый день, когда мы потеряли оба храма, и все самые такие ужасные, трагичные ситуации, события, которые случились в еврейском народе, случились именно 9 ава. Почему так? Что это за день? А мы знаем, что когда еврейский народ вышел из Египта, они уже подошли к земле Израиля, вот уже финиш, вот уже заходите, стройте храм. Но нет, еврейский народ посылает разведчиков, разведчики говорят, что туда зайти невозможно, мы знаем эту историю, и что делает еврейский народ? Весь народ в 9 ава вдруг плачут. Они плачут, говорят, Бог нас ненавидит. Он нас сюда привел, и он нас ненавидит. И я бы хотел с вами буквально пару минут чуть-чуть затронуть эту тему. Как еврейский народ, после того, что Всевышний сделал им все казни в Египте, он открывает им море и делает колоссальные чудеса, и так далее, и так далее. Как вообще человек, после таких подарков, открытых чудес от Всевышнего, может вообще подумать и произнести такую фразу, что Бог меня ненавидит? Как вообще такое понимать? Объясняют нам наши мудрецы, что еврейский народ пришел в Израиль, и они начали сравнивать, чем отличается Израиль от знакомого им Египта, в котором они провели сотни лет в рабстве. И они сразу определили, что Израиль, написано в Торе, это такая страна, что Израиль нуждается в дождях. В Египте там есть своя вот этот Нил, там есть своя вода, там как бы никакие дожди не нужны, абсолютно можно не париться, уже есть весь запас воды, который нужен для экономики, для земледелия, чтобы там все поливать и так далее. Все есть в Египте, но в Израиле говорит нам Торо, что это специальная страна такая, в которой не будет дождей, не будет, не дай бог, ничего, ни экономики, будет засуха, не будут пожары, не дай бог. Итак, еврейский народ подходит к Израилю, и они говорят, стоп, 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 ты откуда нас вывел? Из страны, в которой все стабильно. Там есть Нил, там есть вода, вода это жизнь. Даже в наше время, когда есть столько технологий, без воды никуда. Там все хорошо, там все стабильно. Здесь непонятно, что творится, нету дождя, все, коллапс экономики, засуха, голод. Что за страна такая? Бог нас ненавидит, раз он нас привел в такую землю, в которой непонятно, что творится. И они сказали, Бог нас ненавидит, потому что так же было хорошо. В чем была их ошибка? Ведь ошибка была колоссальная. Ошибка, вот эти вот их слезы, которые, Бог говорит, вы просто так плачете. Их слезы, вот они сделали, вот эта вот ца энергетика, ложная обида, и вот этот вот траур, который они тогда просто так, без повода плакали. Из-за этого вот этот день, он стал самый такой проклятый, самый такой черный день в календаре еврейского народа. В чем же была их ошибка? Ведь в принципе они правы. В Египте есть дождь, тут дождя нету, значит там лучше. Объясняют нам наши комментаторы, что они потеряли самое главное. Почему Бог в Израиле делает так, что все зависит от дождей, которые могут прийти, а могут не прийти. И человеку придется молиться, чтобы дождь спустился с небес. Как написано, что Бог сотворил человека и посадил его в райский сад, чтобы он молился. О дожде одна задача, молись. Ты вот та причина, из-за которой будет дождь, из-за которого будет рост. Ничего не будет расти, пока ты не помолишься и не придут дожди. Так в чем причина, что в Израиле такая же система, что нужно молиться, воды не будет, если ты не помолишься, и Бог не ответит на твои молитвы и не пошлет дождь. Почему же такая действительно сложная система? Объясняют нам наши комментаторы, что Бог специально сделал такую систему, чтобы человек мог каждый день приходить и общаться со Всевышним. Он создал вот такой недостаток воды в стране, который приводит к тому, что я ожидаю дождей, я ожидаю вмешательства Всевышнего, чтобы дать мне возможность каждый день приходить и общаться с Богом и просить у Него воду, и Он мне будет ее посылать, чтобы был контакт, есть недостаток, который нужно исправить, чтобы была возможность общаться, просить и получать у Всевышнего с помощью молитвы. В Египте ты не можешь молиться о дожде, тебе это не нужно, у тебя и так есть вода. Так все, так зачем мне нужен Бог? Ходи себе, гуляй, загорай, купайся в Ниле. Там нет такой потребности в ежедневной, в мощнейшей молитве, как мы молимся в Израиле всю зиму. Весь еврейский народ, мы читаем одну вставку про дожди после Суккота. Вторую вставку мы начинаем там в зависимости от страны проживания. «Дай Бог в Израиле дождь, дай дождь». Зачем? Чтобы была возможность контакта с Творцом, ежедневным контакта с Творцом. Чтобы эта сила, контакт, дружба и так далее, и так далее, все такое укреплялось и росло. Именно поэтому Всевышний сделал, что в земле Израиля нам нужен дождь. А еврейский народ увидел в этом проклятие. Бог нас ненавидит, здесь нужно что-то сделать, здесь нестабильно. Говорит им Бог, вы не понимаете, здесь такая специальная система, чтобы мы с вами могли общаться. Точно так же, как Бог дает ман в пустыне каждый день заново. Дай им на месяц вперед, и все, будет спокойно. Да, будет спокойно, но вы не можете ко мне прийти и что-то у меня попросить, чтобы я мог вам дать, чтобы была коммуникация, чтобы был контакт. Ман выпадает каждое утро заново. Ночью весь ман, который ты себе пытался там в шкафчике, в сейфе, в холодильнике спрятать, все портится. Зачем? Чтобы ты пришел в новый день, и опять Бог, привет, помоги. Бог помогает, и заново обновляется, усиляется наш контакт со Всевышним. В Израиле молись о дожде, тебе нужен дождь, приходи ко мне, я дам тебе дождь. Мы будем укреплять нашу дружбу, будем помнить друг о друге постоянно. Еврейский народ увидел в этом проклятие, он плачет, и, к сожалению, из этого всего получился такой вот страшный день, 9 ава, где не рекомендуется летать на самолетах, лучше на море не ходить, это, не дай Бог, очень опасный день, день нашего траура, все самые ужасные трагедии, крестовые походы, нацисты, храмы, все было уничтожено именно в этот день, потому что еврейский народ увидел проклятие возможности общаться со Всевышним, что на самом деле является самым большим благословением. Я всем нам желаю, чтобы мы продолжали общаться с Богом, чтобы мы везде понимали, почему Бог делает так, что нужно к Нему приходить, что это на самом деле самое большое благословение, и дай Бог, мы увидимся с вами, как отстроится Иерусалимский третий храм, бим хираби амейну, амейн. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...